А уже завтра стражи порядка России отметят вековой юбилей главного органа безопасности граждан, дату основания советской милиции. Кунгурьки были у истоков образования органа общественного правопорядка. О том, как это было, предлагаем посмотреть в специальном репортаже нашей телекомпании. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После установления власти советов, личный состав милиции состоялось 20 старших и младших милиционеров и 5 канцелярских служащих. Возглавлял ее Иван Николаевич Мартемьянов. Обмундирование было скудное, солдатское. Вооружение тоже слабое. А такая необходимость, как транспорт, отсутствовала совсем. Опергруппа была вынуждена выезжать на вызовы на лошадях пожарной охраны. Скудным было и жалование, но стремление помочь людям превалировало над этим. В неспокойное послереволюционное время и период гражданской войны главной задачей милиционеров была борьба с дезертирами, заговорщиками и бандитизмом. Сотрудники милиции, плохо одетые и почти безоружные, выполняли тяжелую работу по выявлению преступников. Тяжелая доля выпала на тех, кто был у истоков. Протсветавшее пьянство порождало в обществе хулиганство. На территории города развелось много преступников, особенно после того, как из тюрьмы сбежало несколько опасных лицезивистов. Почти ежедневно взламывались магазины. Милиционеры вели поиски бандитов и розыск похищенного имущества. Боролись с самогоноварением, бродяжничеством, незаконной торговлей и проституцией. Изымали оружие у буржуазии. На плечах милиции лежал сбор с населения продовольственного налога и административные функции, проверка домовых книг и прочие задачи. С ходом времени появлялись новые подразделения. В 1918-м это была охранная дружина и уголовный розыск. Борьба с преступностью в то время достигла чрезвычайных размеров, что можем проследить из воспоминаний работников тех лет. В тяжелые годы военного лихолетия сотрудники кунгурской милиции вступили в формирование истребительных батальонов и проявили мужество на фронтах, защищая свою отчизну. Кроме того, на местах сотрудники милиции вносили свой вклад в борьбу с противником. Так, например, в мае 1943 года кунгурскими милиционерами была проведена операция по задержанию и разоблачению агента немецкой разведки, который успел обосноваться в одном из государственных учреждений. Осложняло работу сотрудников милиции в кунгуре в годы войны и резкое обострение криминогенной обстановки за счет оседавших преступных элементов при камне вместе с эвакуированным населением и ухудшением социально-экономического положения. Поколение победителей внесло новую веху в деятельность службы в органах милиции. После победы в Великой Отечественной войне появились новые профессионалы и примеры для подрастающей молодежи, закаленные как сталь. Наиболее яркий представитель того времени – Павел Елизарович Пономарев. Он первый среди кунгуряков и сотрудников милиции удостоен звания Героя Советского Союза. Павел Пономарев принимал участие в боевых действиях в Японии, а после и до сегодняшнего дня память о нем служит достойным примером для новых поколений защитников правопорядка. После войны милиционеры продолжали не пасовать перед проблемами, усиленно сдерживая натиск преступного мира. В 60-е по 80-е годы в состав кунгурского ОВД включились новые районы. Но вновь очередную волну испытаний принесла хрущевская оттепель, затем лихие 90-е. Оперативная обстановка в городе была чрезвычайно напряженной. Выросло количество разбойных нападений и число тяжких преступлений по линии уголовного розыска. Увеличился и штат борцов за благополучие населения. К криминальному натиску в то время по сравнению с начальным периодом летописания милиции противостояло уже 273 сотрудника. Несмотря на многозадачности, все трудности работники конгурской милиции подчас рискуя жизнью с честью решали и решают боевые и оперативные задачи.